Добрый день, девочки и мальчики! Я Наталья Фадеева. Сегодня вторник, 9 апреля. Сегодня я вам покажу, что я купила пряжу какую, что связала и что вяжу, и что буду распускать. Кому интересно, пожалуйста, посмотрите, поставьте классы и поставьте, пожалуйста, комментарии, что вам понравится, что не понравится. На Валбересе я решила выписывать вот такую пряжу льняная от пехорки, цвет сиреневый, 178. Так, значит, здесь 330 метров, 55% льня и 55% хлопок. Вот такая пряжа. И выписала еще одну детский хлопок. 166 номер. Называется суровый. Это мерсеризированный хлопок. 330 метров, 100 грамм. Я его очень раньше любила, а вот сейчас разлюбила, честно говоря, но об этом попозже я вам расскажу. И захотелось я мне связать что-то летнее. Вот из такой пряжи, но не льняной, я вязала из кудельницы ПМК имени Кирова. Вязала футболку и вязала юбку. Вот у меня связана футболочка. Такая небольшая футболочка. Вот. Лицевой гладью, регланом сверху. Это спицы, наверное, номер 3. Здесь я сделала комбинированную. Еще добавила простую ниточку сирень. У меня, потому что этой было мало кудельницы. Это лен с хлопком тоже. И вот такие разрезики у меня тут. Такая пряжа. И связана была еще у меня юбочка. Вот, девочки, юбка. Такая длинная, длиннющая. Почти в пол. Вот такая юбочка. Я сделала подклад вот такой вот. От старой юбки. И вот так она у меня смотрится, эта юбочка. Такая суперская юбочка. Вот такой узор. Не поверите, девчонки, я ее связала, наверное, за 2 дня. Это только когда я начинала вязать крючком. У меня же такой ажиотаж тогда был. Вообще, мне так нравилось вязать крючком. Я тогда начинала только вязать. Это, наверное, я связала ее. Сейчас 20... Какой? 24-й год. Это, наверное, я связала в 18-м году эту юбку. Но я ее одевала один раз. Потому что пенсионеры. Я не знаю, куда ходить. У меня такая юбочка. Вот и подклад вот такой вот от старой юбки. Вот. Пряжа мне эта очень понравилась. Я решила попробовать еще раз. Вспомнила про эту пряжу. Но дело в том, что она... Посмотрите, она очень-очень косит в лицевой глади. Даже вот, смотрите, она у меня выстирана. Видите, где боковина? Вот она. Вот она. А эта куда ушла, видите? Видите? Она очень-очень косит в лицевой глади. Так что, если кто-то будет покупать такую льняную пряжу, или к удельницу, минуту, или вот эту вот, имейте в виду. И я связала образец вот такой. Видите? Вот такой образец я связала. Видите, какая косина? Я хотела связать себе кардиган спицами, но вспомнила, что она косит. Я не стала заморачиваться и связала еще вот такой образец. Этот образец, этот узор я увидела, по-моему, у турецкой вязальщицы. Она вязала, но перевода не было, конечно. И я вот как увидела, так и связала вот так вот его. Этот вот образец. И думаю, все равно, наверное, лучше связать крючком, чтобы она не косила. Вот два у меня таких образца. Видите? Это выстиран, проглаженный. Все равно, видите, вот хоть как-то его, мне кажется, она только идет на крючок, это не на пряжа. Ну вот юбка у меня вообще здорово получилась. Но это вот конопля, вот это вот, мне кажется, пряжа. Я не помню о кудельнице, вот у этой кудельницы, какой, по-моему, 400 метров 100 грамм, а у этой 330. Это толще нить, намного. Я решила связать себе футболку. Думаю, давай я попробую. И вот что у меня получилось. Вот футболочка получилась. Но узор, наверное, надо было здесь выбрать совсем другой. Но мне этот узор понравился. И я как-то сразу кинулась его вязать. И больше уже ничего не пробовала. Но узор тут надо было вязать другой, более ажурный, более, чтобы было больше дырочек. Она была бы вот такая вот футболочка. Она была бы, мне кажется, легче. Вот видите, тут же ведь много этих как бы столбиков с накидом. Здесь узор с двумя столбиками с накидом, а здесь с одним столбиком с накидом. Вот такая вот. А здесь я вязала вот так. Так. тут две петли, две воздушные петли в одну, в одну петлю. Так. Столбик без накида и две воздушные петли и сюда же столбик без накида. Потом две лицевые и снова столбик без накида, две воздушные петли и в эту же столбик без накида. Это все я научилась у турецких вязальщиц. Никакого скоса плеча тут не делала. Вот у меня шовчик. вот такой. И здесь вот шовчик вот такой. Все такое. Вот видите, еще девчонки, нитка. Надо обрезать мне ее. Вот. Все я убрала, но я ее еще не стирала. И снизу также я обвязала. Мне, Лен, очень нравится. Дело-то в чем? Мне нужны все натуральные как бы вещи, потому как, если я одену вот Ализе Ангора Голд свитер связала, девчонки, невозможно. Если я только поехала на машине, все, меня все из током дергают от машины. Уже мы что только не делали. я и антистатик купила, но все сделали безопасное против этого. И все равно меня дергают. Мне надо только вот эти вот натуральные вещи одевать. Я заметила, что я одела хлопок, что я одела и в машину захожу легко и просто. Ничего меня нигде не током не бьет. А то только за дверцу возьмешь и сразу же ток и все тебя проникает как на пытках. Вот такая футболочка у меня получила. Сейчас я вам скажу размерчики. это, девчонки, на 54 размер. Так, значит, эта ширина у меня будет тут 64 сантиметра ширина и высота будет у меня сейчас, минуточку, минуточку. И высота будет от плеч, посмотрим. 65 сантиметров. Все упало у меня здесь. 65 сантиметров. Сейчас взвесим ее. 358 граммов. Такая вот футболочка. Ну, он же лен, он тяжелый. Так что, вот это первая вещь. Мне она, конечно, я ее связала за две недели. Мне она очень понравилась, связала. И сейчас вот фотографию вставлю, и я заметила, что, мне кажется, тут вырез у меня широковат. Но я его перевязывать не буду, я пройдусь. Вот надела фотку, так вот, любительскую такую вам покажу. Вот тут пройдусь тамбурным швом, немножко затяну тут ворот. А так мне уже ворот не надо. Я люблю, когда мне тут ничего не давит. Люблю большие выреза. выреза. Люблю, когда у меня грудь открытая, можно сказать так. Вот такая у меня первая работа. Но я довольна. Футболочка очень мне понравилась. Прямо супер футболочка. Так, сейчас я вам покажу. Это убирать будем. Сейчас я вам покажу, что я начала вязать вот из этой пряжи. Из хлопка. Детский хлопок мерсеризованный. Я его еще никогда не брала. Я брала пряжу нарцисс мерсеризованный хлопок. Я ее вязала. Он мне очень нравился. И вот связала я вот такой вот. А видите еще так нет это уберу. Где у меня там? И начала я вязать себе кардиган такой вот. Сейчас разложу. Девочки вот такой кардиганчик. Думаю я так хотела мерсеризованный хлопок. Прямо я обредила им. Он мне очень нравится. Он такой знаете приятный к телу. вот и вот такой я начала вязать кардиган. Тут вот линии реглана. Я уже перешла как бы набрала уже подрезы. Вот уже на круговую. И девчонки вот сейчас остановилась. Это я уже не вяжу недели две. Почему остановилась? Потому что мне этот узор не нравится. это напоминает мне шаль, которую я вязала. Шаль которую у меня набрала очень много просмотров. Я в итоге ее подарила шаль свою. И вот мне нравится мне этот узор хоть ты тресни. Я наверное ее буду распускать этот мерсеризованный хлопок. Или не нравится цвет. Может быть надо было взять что-то другое. Не знаю даже. Этот цвет суровый. Он не белый. Он такой как бы немножко молочный. И не нравится мне это все. Это я все буду распускать. Вот такой рисунок простой. Без заморочек. Вот видите как хорошо видно тут. Он легко вяжется. Легко запоминается. Со второго ряда уже все. тут регланная линия видите вот так идет. Даже не видишь где регланная линия видите вот она регланная линия идет. Это я буду распускать в распуск. В распуск. распуск. Не хочу мне это не нравится. Все мне это не нравится. какой-то мне кажется затаска на этот узор уже все такими узором вяжут. Мне это не нравится. Так, это в распуск. Это убираем. Это убираем. так, что дальше. И вот у меня еще девчонки был такой вот это ализадива. Я вязала начинала далеко-далеко-далеко давно-давно года 4 назад начинала юбку. Я ее распустила и сейчас думаю у меня пока есть это пряжа я начну вязать типа кардигана. И вот я связала вот такой вот образец. Вот такой люблю образцы вязать, мне нравится. Но не всегда я вяжу образцы. Вот такой вот образец. Очень легкий и простой. И вяжу я это крючком номер 2. Где он у меня? Крючок номер 2. Вот этим я вяжу крючком. И вот я начала вязать вот такой вкруговую. Вот такое полотно я связала. Вот видите вот вкруговую вяжу. Вот так оно будет. Ну естественно тут обвязка будет еще. И вяжу потихоньку. Но это у меня не первостепенной важности. Так что я не больно то им заморачиваюсь. Как свяжу так и свяжу. Может быть на будущий год свяжу. А узор этот кстати очень очень мне нравится. Вот такой простенький узорчик. Такой вот такой. Да он везде в пинтересте везде он этот узор великает. Вот значит это мне просто извязать надо. Так и сбегала тут магазинчик сбегала тут магазинчик у меня же скоро у внучки день рождения и я решила ей подарок связать. Ну вот если она увидит это видео ну ладно пусть если смотрит но сейчас пока я не до видео и купила я себе вот такую пряжу ярнарт джинс я как-то ей уже вязала из ярнарта джинса был цвет джинс голубой такой но вы представляете совсем другая вот ощущение пряжи совсем другое та пряжа не такая мягкая вот эта вот мягонькая приятненькая она как будто велюровая вы понимаете это 55 хлопок и 45 полиакрил color 05 и 50 грамм 160 метров значит 320 метров 100 грамм она плотная такая пряжа толстенькая и я опять увидала у турецкой вязальщицы узор сейчас я вам девочки покажу вот такой узор я пробовала на мерсеризованном хлопке думала из мерсеризованного хлопка свяжу вот тоже вот из этого видите вот попробовала но он он должен этот узор быть фактурный а здесь он как бы теряется видите тут он теряется и я эту мысль отогнала не стала я из этого и вот я связала такой вот образец видите вот тут две столбика с накидом две воздушные петли веер из шести между ними воздушная петля две воздушные петли и вогнутый столбик посередке и вот так дальше идет мне очень понравилось это на кофточке очень очень красиво смотрится еще он будет обвязываться со всех сторон это будет супер и вот первый вариант у меня мне надо было связать видите вот я связала нет вот этот первый вариант девчонки сейчас я вам покажу вот первый вариант у меня мне надо было объем бедер 45 сантиметров и у меня вот это полотно ровно 45 сантиметров я вязала по старым меркам а потом позвонила девчонкам мне Ольга сказала сколько там окружность бедер девочка растет и выходит что я то это кверху ногами положила я без без это ровно тютерка в тютерку 45 сантиметров но она не любит когда ей в обтяжку ей надо посвободнее и вот я снова это вот отложила тут видите вот 1 2 3 4 5 6 7 8 8 раппортов здесь я сделаю 3 столбика с накидом сбоку по бокам и вот я начала по новой вязать так минуточку вот это вот сторонку отложила и по новой начала вязать сейчас я уже спинку связала а сам это главное не сказала это я вязала девочки крючком номер 2 нет 3 вот этим вот крючком вязала номер 3 вот вот этим и оно в бокс тянуло свободы облегания такого нет и вот что у меня получилось крючком номер 4 другой стороной вот 3 с этой стороны с этой стороны номер 4 и вот тоже видите 1 2 3 4 5 6 7 8 8 раппортов и уже насколько шире сейчас я вам померю вот как у меня получилось здесь уже 50 сантиметров свобода облегания уже тут есть вот и вот надо было мне высоту 65 сантиметров связать я немножко не довязала 65 сантиметров тут потому что будет обвязка еще обвязка такая простая будет столбиками без накидов и потом обвязка будет еще такая же как на футболке у меня но там немножко совсем другая тоже типа пико но совсем другая тоже вот у турецких вязальщиц я увидела и вот такой сейчас у меня вот эту вот я связала спинку и начала полочку вязать уже и вот уже вчера вечером я начинала начала вязать вторую вторую деталь вот полочку так это левая сторона вот она правая сейчас мне уже надо ее ворот тут убавлять и вот сейчас я буду смотреть как она убавляет это так неудобно она так быстро вяжет надо будет скорость ставить на самую медленную вот как убавки вот эти делаются вырез V образный будет и будет кофточкой и тут будут пуговки еще вторую такую деталь надо вязать и потом рукава вязать так что я до 27 я думаю что я успею но я плотно занимаюсь этим сейчас изделием потому что мне хочется подарить девчонке кофточку она любит бабушке такие вязаные вещи она ждет так что вот такой вот рисунок вот тут уже рисунок видите как выглядит фактурно да не то что вот мерсеризованный хлопок вот этот вот вот этот тряпочка и вот сейчас этим я занимаюсь что еще хотела показать а больше я ничем не занимаюсь я только этим сейчас бабушка заниматься подарком вот а это мне придется распускать вот это вот тут 45 сантиметров а тут 50 сантиметров так что свобода облегания есть еще ведь швы пойдет сколько-то и вот это мне распускать сейчас надо вот такие вот у меня вязаные вязаные дела как бы сейчас я вяжу подарок и я очень довольна мне это нравится вот это вот из но у нее там было связано из нако нако калико по-моему и я хотела заказать посмотреть что за пряжа у нее связано не из джинса следующую вещь она вязала тоже из джинса а у нее связано из нако калико но я из нее нако калико я не вязала но я вот думаю закажу я вот тут на днях ее через вал берез думаю посмотрю что за пряжа попробую одну упаковку закажу и посмотрим что там будет вот носки я не вяжу больше ничего я не вяжу вяжу вот это вот подарок так что посмотрим что получится в следующем видео наверное я уже вам покажу готовую работу мне самой интересно что получится у меня не получится но думаю что должно все срастись и будет очень красиво и Алисенька у меня будет довольная спасибо что посмотрели всего вам доброго солнечных дней и настроения не 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 алисенька не 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 Продолжение следует...